МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Субтитры создавал DimaTorzok 1978 год. Наверное, последний спокойный год в Советском Союзе. В 79-м начнется война в Афганистане, затем Московская Олимпиада, а затем вереница похоронных процессий первых лиц государства, кризис и развал СССР. В 78-м году произошла история, которая повергла в шок украинский Днепропетровск, один из главных центров оборонной и космической промышленности Союза. Здесь органы милиции, контрразведка и КГБ всегда работали в усиленном режиме. На одном из местных предприятий произошла серия загадочных смертей. Чтобы разгадать, что за ними стояло, потребовалась помощь специалистов в секретной лаборатории. Павла Федоровича Якименко, директора местной обувной фабрики, нашла на даче мертвым его жена. Елена Якименко с вечера беспокоилась, куда пропал ее муж, а утром села в машину и поехала в ведомственный дачный поселок. Там, в их доме, она и нашла мертвое тело своего супруга. Елена тут же вызвала скорую помощь. Врач скорой предположил, что причиной смерти был обширный инфаркт, который, вероятно, случился вечером предыдущего дня, но не исключил суицида, поэтому вызвал милицию. В какой ситуации проводится доследственная проверка? Если в результате вскрытия судмедэксперты приходят к заключению, что смерть наступила скоропостижно, уголовное дело не возбуждается в связи с отсутствием состава преступлений. Руководитель следственной группы майор милиции Сергей Воронцов почти не сомневался, что и на этот раз так будет. Момент смерти Якименко был один, никаких посторонних следов не обнаружено, признаков насилия нет. По форме нужно было заполнить протокол допроса вдовы. Елена Якименко рассказала следователю, что мужа она не видела с утра предыдущего дня. Вчера, как обычно, провела его на работу. Вечером он не позвонил. На фабрике сказали, что директор уехал довольно рано. Елена решила, что Павел Федорович отправился на дачу. В их дачном домике не так давно установили телефон, но он почему-то ей не позвонил и не брал трубку, когда она пыталась ему дозвониться. Несколько раз бывало, что муж уезжал на ночную рыбалку на Сома. Был настолько заядлый рыбак, что, увлекшись подготовкой, мог забыть предупредить супругу. Но когда он не объявился следующим утром, обеспокоенная жена стала тревожиться всерьез. Пашенька, ты где? Желена приехала на дачу и обнаружила там тело мертвого мужа. Когда все формальности были выполнены, пришли результаты вскрытия и химической экспертизы, которые заставили Воронцова вызвать всю следственную группу в свой кабинет. В заключении было сказано, что Павел Якименко был отравлен. Об этом свидетельствовало раннее трупное окоченение. Исследование тканей и содержимого желудка показало, что яд, которым был убит директор бувной фабрики, вероятнее всего, имел животное происхождение. Предположительно, мужчина умер от яда змеи. Следователь принял решение провести повторный осмотр места происшествия. Но к этому времени вдова убралась на даче и вымыла посуду. Обнаружить причину странного отравления змеиным ядом не удалось, поскольку в том же заключении патологоанатома было написано, что следов насилия на теле погибшего обнаружено не было, напрашивался вывод о самоубийстве. Вот только не вязалось, зачем успешному человеку убивать себя. Следователь решил осмотреть кабинет директора на фабрике. Одного взгляда на рабочий беспорядок в кабинете Якименко следователю хватило, чтобы сделать вывод. Директор не планировал самоубийство. Он прежде навел бы порядок на столе, не оставил открытые документы, сделал бы какую-то запись с поручениями или объяснением своего поступка. Сергей Иванович, глядите, что я в мусоре нашел. Развернув скомканный листок, следователь Сергей Воронцов пробежал глазами по тексту. Вы это раньше видели? О, Боже. Небольшой аккуратно вырванный из блокнота лист содержал странную угрожающую надпись. Ад уже ждет тебя. Экспертиза показала, что надпись сделал правша, но левой рукой. На листе также обнаружили крупицы талька. Скорее всего, автор записки опасался оставить отпечатки пальцем. И писал в резиновых перчатках. Кто мог так ненавидеть Якименко? Воронцов решил поговорить об этом с его вдовой и направился к ее дому. Следователь увидел Елену, которая вышла со двора и садилась в новенькие «Жигули». Она явно торопилась. Майор еще вчера обратил внимание, что особой печали на лице Елены Якименко не было. Куда она собралась? Воронцов решил не останавливать вдову, а незаметно поехать следом. Чуть не доезжая до городской черты, автомобиль Елены остановился возле частного дома. Воронцов увидел, что у ворот ее ждет молодой мужчина. Их нежная встреча могла говорить о том, что Елене на руку смерть мужа. Нужно было выяснить, кто ее встречал. Это было несложно. Любовником Елены оказался 35-летний Евгений Любарский. Главный технолог все той же обувной фабрики. Первая версия мотива преступления становилась понятной. Любовники избавляются от мужа. Следователь принял решение вызвать Елену Якименко и Евгения Любарского на допрос. Воронцов распорядился сразу же взять образцы почерков технолога и вдовы. Оба оказались правшами и с трудом писали левой рукой. Однако графологическая экспертиза не подтвердила идентичности их почерка с почерком записки. Следователь понимал, что обыск в квартире Якименко мало что даст. Вряд ли Елена хранила бы дома яд, даже если бы была причастна к смерти мужа. На допросе Любарский не стал скрывать, что несколько лет он встречался с Еленой Якименко втайне от Павла Федоровича. Но при этом главный технолог категорически отрицал какую-либо причастность к убийству. Зачем? Меня все устраивало? Задержанный называл себя другом Якименко. И любовная связь с Еленой этой дружбе никак не мешала. На вопрос, где он находился в тот вечер, когда умер Якименко, Любарский ответил просто. Дома. Дома я лег спать часов в десять и больше до утра никуда не выходил. Конечно, Воронцов нашел бы зацепку, чтобы оставить Любарского в камере. Но он решил, что пока нет для этого оснований. Никуда тот не денется. Вы свободны. Благодарю вас. Знакомясь с материалами допросов, Воронцов обратил внимание на показания врача скорой помощи. Врач утверждал, что когда его бригада прибыла на вызов, на столике возле убитого стояли две коньячные рюмки. Эти рюмки могла убрать только жена Якименко. Зачем? Машинально или намеренно? И почему Елена ничего об этом не говорит? Воронцов был уверен, что в последние минуты жизни Якименко был не один. Все-таки Любарский. На пороге дачи появился пожилой мужчина, который представился Макаром Игнатьевичем Мальцевым. Я сосед. Вон моя дача там. Сначала пенсионер пожаловался майору на оперативников, которые опросили не всех, а только тех, кто оказался на своих участках. Сам же Мальцев как раз уехал в город. Ночью я кое-что видел. Сосед заявил, что он очень важный свидетель и уже сам собирался идти в милицию. Макар Игнатьевич рассказал, что поздно вечером он искал своего кота и увидел выезжающую из поселка машину Любарского. Пенсионер уверял, что это была именно его машина. Я в пенсии работал на проходной фабрике. И машину Любарского я хорошо знаю. Любарский поменялся в лице, когда услышал, что есть свидетели, которые видели его автомобиль у дачи Якименко. Главному технологу ничего не оставалось, как признать, что в вечер убийства он действительно был на даче своего шефа. Тот сам попросил заехать к нему после работы. Сказал, что ему кто-то угрожает, мол, приедь, помоги мне разобраться, кто это может быть. Но Любарский клялся, что оставил директора живым. Он сам ел ту закуску, которая лежала на столе, и даже выпил рюмку коньяка. Ну ГАИ заберет права, ну что ты делаешь? С ГАИ я все вопросы решу. Воронцов твердым голосом сообщил, что у него есть все основания считать Любарского причастным к смерти Якименко. В тот же день в доме технолога был проведен обыск, но там ничего не нашли. Следователь решил взять с Любарского подписку о него езде. Я напишу. У Воронцова было достаточно формальных причин, чтобы арестовать технолога. Но интуиция подсказывала следователю, что если бы Любарский хотел убрать своего директора, то сделал бы это он совсем тихо. А здесь записка с явной угрозой. Зачем? Чтобы жертва жила в страхе, ждала и боялась каждого шороха? Нет, Любарскому это ни к чему. Подбросить такую записку это риск. А значит человек, который это сделал, не просто хотел смерти директора. Может он мстил? Да, Любарский на свободе мог дать больше, чем в камере. Но на следующий день Воронцов пожалел, что не задержал Любарского. Главный технолог исчез. Его не видели ни дома, ни на работе. Автомобиля тоже нигде не было. Он не явился на допрос, и сыщики решили, что технолог ударился в бега. Любарского объявили в розыск. Как исчез? Найти срочно! В пригороде Днепропетровска в дачном доме найден труп директора обувной фабрики. В первый же день стало ясно, что Павла Якименко отравили змеиным ядом. В его рабочем кабинете нашли записку с угрозой. Под подозрением оказались жена директора и ее любовник Евгений Любарский. Однако следователь не мог понять, зачем они подбросили жертве записку, которая могла навести на их след. После допроса Евгений Любарский внезапно исчез. Мужчина, все нормально? Технолога Любарского нашли мертвым в собственной машине, на дороге, по которой он обычно ездил на дачу. Видимых повреждений или следов борьбы не обнаружили. Было такое ощущение, что он просто остановился на обочине отдохнуть. Но в кармане убитого сыщики нашли уже знакомый листок бумаги. Экспертиза подтвердила, что Любарский был отравлен тем же ядом, что и директор Якименко. В организм яд попал через кишечный тракт, но была одна загадка. Никаких следов яда в автомобиле, на одежде и на руках Любарского обнаружить не удалось. Сыщикам требовались новые идеи. Версия о том, что Елена Якименко отравила и мужа, и любовника, да еще и предупредила их двумя одинаковыми записками, казалось маловероятной. Слухи о двух загадочных убийствах стали распространяться по Днепропетровску. Говорили о загадочном борце за справедливость, который отправляет на тот свет казнокрадов и взяточников. Даже предполагали, что следующей жертвой станет кто-то из горысполкома. Остановить эти слухи могло только быстрое раскрытие преступления. В партийном руководстве уже теряли терпение. Воронцов, вы чем там занимаетесь? Вы что, поохреневали там всех? Я разжалую тебя, Воронцов, в регулировщики пойдешь. О чем я слышу? Ад в городе, в преисподнем. Даю неделю. Все. Да, будет сделано. Новую зацепку расследованию дала Елена Якименко. Сильно напуганная, вдова сама пришла к следователям. А вдруг она следующая. Женщина хотела защиты и поэтому рассказала то, о чем раньше умалчивала. Ее мужа и любовника объединяли не только работа и приятельские отношения, но и общая страсть. Карты. Они играли часто и с разными людьми. Играли на большие деньги. Свой семейный достаток вдова объяснила не высокой директорской ставкой мужа, а его умением выигрывать. Обычная игра проходила у них на даче. К ним приезжали разные, по виду очень серьезные и богатые люди. В последний раз собирались недели три назад. Был гость откуда-то с юга. Зовут Арсен. По разговорам между мужчинами она поняла, что он работает на смежном предприятии, занимается снабжением. Этот Арсен приехал на белые шестерки с японским магнитофоном и даже обещал мужу поставить такой же в их машине. 150. Твою мать! Что это такое? Это же игра. Елена не знала тонкостей игры. Но даже ей было понятно, что Арсен проигрывает, нервничает. Она запомнила, как ее муж сказал гостю, что у него минус 150. Она не знает, сколько это в деньгах, но точно слышала, что мужчины договорились по 10 завист. Оперативники предположили, что гость с юга умудрился проиграть за вечер полторы тысячи рублей. Сумма немаленькая. А может, мотив двойного убийства нежелание отдавать долг, но если проигравший считал, что его обыграли нечестно, вполне вероятно. Записки с угрозами в этом случае могли специально вести следствие по ложному пути. В конце 70-х советские люди уже знали, что такое Лас-Вегас, Монте-Карло. В СССР азартные игры были запрещены. Единственным развлечением для тех, у кого вводятся деньги, оставалась тайная игра в преферанс. Общих правил не было, о них договаривались. Преферанс был ленинградский, сочинский, ростовский. Иногда разночтения приводили к ссорам прямо во время игры. Найти снабженца смежного предприятия с таким именем и на такой приметной машине для опытных оперативников не составило особого труда. Арсен работал в отделе сбыта небольшого завода в Ростовской области, который производил синтетическую нить. Милиция! Все понял, отпусти! Следователям Арсен рассказал, что действительно играл в карты с убитыми и действительно проиграл. Но играли они не по 10 рублей, а по 10 копеек за вист. А 15 рублей, хоть и большие деньги, но не настолько, чтобы сводить с кем-то счет. Когда Арсену назвали дату убийства, он сразу заявил, что перед ним должны извиниться. В этот день он был за тысячу километров от Днепропетровска. Сопровождал грузовик в Ленинградскую область. Это могут подтвердить два водителя. Они целых трое суток только то и делали, что смотрели на мой бампер. Еще вопросы есть? Алиби снабженца-картежника подтвердилось. Расследование, которое еще вчера резво раскручивалось, вдруг зашло в тупик. Руководство требовало результатов, а в деле не было ни одной подвижки. Сыщики уже несколько дней топтались на месте, как вдруг в расследовании произошел неожиданный поворот. Да. Кто? Пропустить. В кабинет Воронцова вошел насмерть перепуганный, за вскладом обувной фабрики, Ефим Рюмин. Он протянул следователю клочок бумаги с уже знакомым текстом. Срывающимся голосом Рюмин сообщил, что записку ему подбросили в почтовый ящик. И он даже не представляет, кто бы это мог сделать. Мужчина потребовал охрану. Воронцов решил не рисковать и распорядился установить в квартире Рюмина круглосуточное дежурство. Чтобы не покидать свою квартиру, не на шутку перепуганный хозяин спешно взял отпуск за свой счет. Без сомнения, под брошенной запиской преступник пытался вызвать панику у жертвы. Но ведь человек может спрятаться, уехать в другой город или просто запереться, как это сделал Рюмин. Откуда у убийцы такая уверенность, что ему ничего не сможет помешать довести задуманное до конца? Рюмин не картежник, не любовник жены директора, у него не было дружбы с главным технологом. Следователь понял, тут не любовь и не карты, тут фабрика. Оказалось, несколько лет назад на фабрике сгорел главный склад сырья. Якименко, Любарский и Рюмин проходили свидетелями. В случившемся обвиняли 63-летнего кладовщика Михаила Шпаковского, который по случаю праздника 8 марта отпустил домой двух своих сотрудниц, а сам напился и оставил включенным в сеть кипятильник. Кладовщика приговорили к пяти годам колонии. Воронцов, листая материалы дела трехлетней давности, понял, что ответил за пожар самый тихий и безропотный. Он решил позвонить старому другу Петру Кузьменко, с которым вместе заканчивал высшую школу милиции. Петр работал в ОБХСС. Алло, Петру. Да, Воронцов беспокоят. Кузьменко рассказал, что три с половиной года назад руководством обувной фабрики заинтересовался их отдел. Они тогда расследовали дело днепропетровских цеховиков. Похоже, что кожу и фурнитуру участники нелегально получали с фабричного склада. Ясно. Стрелочник. Было подозрение об огромной недостаче. Но после пожара посчитать это было уже невозможно. Цеховиков, конечно, прижали, а по фабрике расследование пришлось остановить. А можешь узнать? Ну, с меня причитается. Да некогда все. В Советском Союзе всегда чего-то не хватало. В дефиците было все. От молока до мебели. И если создать, а потом 10 лет выпускать одну и ту же модель холодильника, советская промышленность еще могла, то наладить выпуск качественной, а главное, модной одежды и обуви, она была не способна. Заполнять эту нишу взялись так называемые цеховики. Советские подпольные предприниматели. Они входили в сговор с руководителями государственных заводов и фабрик, производя свою продукцию из украденных там материалов. Часто само производство тоже было налажено прямо на предприятии. Простые работники фабрики могли и не знать, что их труд используется нелегально. Цеховиков регулярно ловили и сажали. Но на их месте появлялись новые. В высшем руководстве страны прекрасно понимали, что продукция цеховиков хоть как-то насыщает рынок товарами, которые имели общее название «дефицит». Обвиненный в халатности, которая привела к пожару кладовщик, через год умер в колонии от диабета, который обострился в условиях тюремного содержания. Решив не ограничиваться сухой информацией из официальных источников, сыщики нашли родную дочь кладовщика, Светлану Черепанову. Именно у нее они рассчитывали разузнать детали судебного процесса трехлетней давности. 38-летняя врач-стоматолог жила одна. Говорить с Воронцовым о злополучном пожаре отказалась, сославшись на то, что давно это все было, и отца не вернуть. Черепанова даже не пригласила следователя в дом. Все, чего удалось добиться майору, это подтверждение фактов, о которых сыщики уже знали. Склад сгорел, а отец умер в тюрьме. Ну, это дело давнее, не стоит об этом говорить. Воронцов собирался уйти, как вдруг его подозвала пожилая женщина, которая наблюдала разговор из окна. Она представилась соседкой Светланы и заявила, что об этом деле знает отца мой Черепановой. Знаете, как-то зашла ко мне Светлана, убитая горем. Она была на свидании у отца и сказала, что отец ей все рассказал. От соседки майор узнал, что Светлана никогда не верила в вину отца. Считала, что его подставили, а склад сожгли намеренно. Светлана сходила с ума от того, что не могла ничего изменить, а после смерти отца и вовсе обозлилась на весь мир. Разговор с соседкой заставил задуматься следователю. Действительно, если Светлана хочет справедливости, то почему она не захотела с ним поговорить? Воронцов решил настоять на разговоре. Поднявшись в квартиру Черепановой, Воронцов сразу заявил, что он не считает виновным ее отца, и она ради его памяти должна рассказать ему правду о том деле. Светлана, но вы же не считаете отца виноватым и скрываете, что его подставили? Расплакавшись, Светлана рассказала о том старом деле. Михаил Шпаковский работал на фабрике старшим механиком и был на хорошем счету у руководства. Но после того, как у него умерла жена, начал прикладываться к бутылке, что в конце концов сказалось на работе. По его недосмотру вышел из строя купленный за валюту станок. Горе-механика чуть не уволили, как тогда говорили по статье. Но вступился главный технолог Любарский. Выхлопотал для него место кладовщика. Однако не прошло и недели, как произошел этот пожар. Отец рассказал дочери, что на складе было не все чисто, но он только входил в курс дела. В день пожара к Шпаковскому зашел их завскладом рюмен, принес выпивку и сказал, что тот отпустил двух сотрудниц склада домой. А что, барышень, отпустим сегодня? Чего? Ну, во-первых, праздник 8 марта. Да и мы без лишних глаз тяпнем. Мужчины немного выпили и завскладом ушел. Накладных в тот день больше не приносили. Охмелевший кладовщик прилег вздремнуть. Проснулся, когда все уже полыхало. Дочери он клялся, что никакого кипятильника не включал. На суде завскладом категорически отрицал, что приходил в день пожара на склад. Директор же каялся, что вообще разрешил оставить такого нерадивого работника на производстве. А главный технолог характеризовал Шпаковского как человека пьющего и безответственного. Очередной поход на фабрику не обошелся без сюрприза. Здравствуйте. А вы здесь с какими судьбами? Столкнувшись с Черепановой на проходной фабрике, Воронцов с удивлением узнал, что Черепанова уже год работает стоматологом в поликлинике при обувной фабрике. О том, что она дочь осужденного за пожар Шпаковского, никто не знал, потому что Светлана после развода оставила фамилию мужа. Воронцов мысленно выругался на своих помощников. Формально фабричная поликлиника была частью обычной районной поликлиники. В протоколе допроса Светлана указала ее номер. Но никто не удосужился проверить, где именно находится кабинет Черепановой. В пригороде Днепропетровска в дачном доме найден труп директора обувной фабрики. В первый же день стало ясно, что Павла Якименко отравили змеиным ядом. В его рабочем кабинете нашли записку с угрозой. Через несколько дней при похожих обстоятельствах погибает главный технолог фабрики, получив такую же записку. Такое же послание находят в своем почтовом ящике и завскладом. Следователь принимает решение приставить к нему охрану. Он все больше убеждается, что цепочка отравлений – хорошо продуманная месть. О чем загрустили, Ефим Гордеич? Вот так, о своем. Не здоровится мне что-то с утра. Субтитры делал DimaTorzok Сергей Иванович, тут Трюмин. Да, понял. Обстоятельства смерти Трюмина – задача исследователей. Завскладом уже несколько дней не выходил из квартиры. Он пил и ел то же, что и сотрудники, которые дежурили у него дома. Гостей он не принимал, но был отравлен тем же ядом, что и два других получателя зловещей записки. Дело, казалось, приобретало мистический характер. Руководство Воронцова приняло решение пригласить на вскрытие специалиста из секретной лаборатории госбезопасности. Токсикологическая лаборатория КГБ – специальное секретное подразделение, которое занималось исследованиями в области токсических веществ и ядов. Начала свою работу еще в начале 20-х годов. Тогда она была известна как специальный кабинет. В 30-х ее называли «Лаборатория-12» или «Камера». В 50-х стало известно, что опыты с ядами проводились на заключенных, приговоренных к расстрелу. С 1937 года сотрудники лаборатории привлекались для приведения в исполнение смертных приговоров и ликвидации неугодных лиц по прямому решению правительства. Московский специалист очень тщательно изучил тела погибших. Ему удалось установить, каким образом яд попадал в желудок жертв. Пломбы в зубах. Пропитанный ядом маленький тампон закрывался временной пломбой. А когда та через несколько дней выпадала, яд проникал в пищевод. Эксперт установил, что все погибшие были отравлены ядом кобры. Кобра – одна из наиболее ядовитых змей, но случаи укусов людей и домашних животных исключительно редки. Яд в среднеазиатской кобре имеет ярко выраженное нейротоксическое действие. Укушенный вначале становится вялым и пассивным, но вскоре возникают судороги. Дыхание учащается. В итоге смерть наступает вследствие паралича дыхательного центра. Даже сыворотка против яда этой змеи сама по себе представляет опасность для человека из-за высокой вероятности аллергического шока. Вследствие чего даже при своевременном введении антикабрина погибает до трети пострадавших. По версии следствия, только один человек мог, а главное, хотел закрыть смерть временной пломбой. Но где можно было раздобыть змеиный яд, да еще в такой концентрации? Сотрудники милиции вплотную занялись личностью Светланы Черепановой и вскоре выяснили, что бывший муж стоматолога Евгений Черепанов работает младшим научным сотрудником в Институте химии. От их знакомых следователи узнали о необычном дополнительном заработке Евгения. Уже не первый год в свой отпуск он ездит в Таджикистан, где занимается ловлей змей. Сам изготавливает мазь от радикулита, который лечит своего больного отца. Немного мази делает и на продажу для знакомых. Сыщики поняли, у Евгения Черепанова есть и соответствующие знания, и оборудование для изготовления токсина в нужной концентрации. Оставалось только выяснить, был ли сговор между супругами. Во время обыска Черепанов честно показал все свои запасы змеиных ядов. Все на месте. Вот это яд гюрзы, это яд эфы. Евгений рассказал, что увлекался ядами еще со школы, но ничего криминального никогда не делал. Он просто изучал их свойства и науку изготовления лекарств на их основе. Пять лет назад Евгению впервые удалось устроиться в экспедицию змеелова. Заработал неплохие деньги и привез в свои первые образцы ядов. Известие о том, что его жену подозревают в трех смертельных отравлениях, повергло Черепанова в шок. Да, он знал о темной истории с его тестем, но совершенно не верил, что Светлана могла кого-то отравить. Давайте я ей сейчас перезвоню. Не нужно. Воронцов приказал привезти задержанную Светлану Черепанову. Он рассматривал рентген челюсти погибшего Рюмина и не мог поверить в то, что простой врач-стоматолог с такой холодной расчетливостью мог спланировать и осуществить свою месть. Следователь сразу предъявил Светлане главный вещдок. Я думаю, отпираться смысла нет. А? Светлана Ивановна. Следователь по глазам Светланы понял, она готова во всем признаться. Стоматолог не стала отрицать, что всех трех обидчиков убила она. И добавила, не жалеет, что отомстила за отца. Мой бывший муж, он ничего не знал. Она рассказала, что смерть отца стала для нее сильнейшим потрясением и чувство ненависти к людям, виновным в этом, просто захлестнула ее. Я ни о чем не жалею. Зачем тебя разводит, рабок? Светлана думала о мести каждый день. Ее депрессии муж просто не выдержал и потребовал развода. Как ни странно, но это принесло женщине даже облегчение. Теперь можно было полностью отдать себя подготовке к возмездию. Узнав, что есть вакансия стоматолога в фабричной поликлинике, Черепанова, не раздумывая, написала заявление о принятии на работу. Устроиться трудностей не составил. Место непрестижное. Она старалась изо всех сил, и вскоре на фабрике все знали, что в поликлинике наконец-то появился хороший стоматолог. В ее кабинет потянулись люди. Со временем поток стал таким большим, что пациентам нужно было записываться за две недели, чтобы попасть на прием. Черепанова знала, где муж хранил очищенный токсин. Она взяла часть яда себе. Несколько дней Светлана тренировалась на муляже, и когда поняла, что сможет заложить яд, решила действовать. Светлана позвонила директору, главному технологу изовскладом, и сообщила, что ей привезли отличный немецкий материал для пломб. Я для вас немного придержала. Но я вам советую поторопиться. Все-таки проверка может нагрянуть. Угу. Будете? Угу. Я вас запишу. Все прошло на удивление удачно. В хорошо рассверленный коренной зуб директора Светлана заложила пропитанный ядом маленький тампон, заделав отверстие тонким слоем цемента. Приходите еще. Зубы же главного технолога оказались на редкость в хорошем состоянии. Поэтому ей пришлось сделать закладку в абсолютно здоровый зуб. А вот завскладом пришлось ждать больше недели. Светлана даже начала бояться, что тот под впечатлением от трагических событий забудет о заманчивом предложении. Приедут? А, проверка. Ну, раз ждете, обязательно буду. Конечно, конечно, Светлана Михайловна. Да. После установки смертельной пломбы Черепанова подбрасывала жертвам записку с приветом из преисподней. Она хотела, чтобы последние дни людей, виновных смертью отца, были наполнены страхом. Светлану Черепанову приговорили к 15 годам лишения свободы. Метод стоматолога-убийцы был досконально изучен специалистами в секретной лаборатории КГБ. Но никаких материалов об этом исследовании не сохранилось. Продолжение следует...